Наша история, наша трагедия, наша гордость, наша судьба. Тайны, судьбы, имена. Субтитры создавал DimaTorzok Казахские женщины. Во все времена были среди них настоящие героини. Отважные, как Илья Молдогулова, грациозные, как Шара Женкулова, голосистые, как Куляш Байситова, остроумные и талантливые, как Фариза Ангарсынова. В мирные времена наши женщины были хранительницами очага, семьи, основой нации. В лихии они вставали с мужчинами плечом к плечу и защищали родную землю от захватчиков. Проявляли себя, как умелые наездницы и воины, метко стреляющие из лука и владеющие мечом. Именно такой была царица Тамерис. Именно такой была героиня сегодняшнего фильма «Повелительница Индии» Разия Султан. «Повелительница Индии» «Повелительница Индии» «Повелительница Индии» Индия. Второе в мире государство по численности населения. С богатой историей, великолепным климатом, пышной тропической природой, древняя и юная, знакомая нам покрасочным фильмом из нашего детства. Страна резких контрастов и колыбель человечества, вокруг которой ходит множество небылиц и фантастических легенд. Нам она кажется далекой и неизведанной. Но на самом деле для нас Индия гораздо ближе, чем может показаться. Только в Дели насчитывается с десяток памятников архитектуры, так или иначе связанных с историей кочевников Великой Степи, которые правили этой землей почти 200 лет. И это доминирование тюрков не прошло бесследно. Кроме дворцов, мавзолеев и мечетей, значительный след они оставили в культуре, литературе, религии, языке и даже кухне современной Индии. К примеру, индийцы, так же, как и мы, называют хлеб словом «нан», любят «тандр» и даже пресловутая морковь у них называется так же «сабыс». Наши предки кипчаки обосновались здесь довольно давно, еще в 12 веке, когда полководец Кипчак Кудубадзи Найбек захватил власть в Индии и объявил о создании дейлийского султаната со столицей в городе Дели. Сегодня в Дели сохранен целый кипчакский район, а прямо сейчас я нахожусь в резиденции, где на протяжении 200 лет жили и правили кипчакские династии. В 1221 году, когда пришли войска татар-монголов, Чингисхана, и начали завоевывать территорию Средней Азии и Дещи-Кипчак, они в основном брали города большие. Это Хоресин, Атрар, Саганах и другие города. И очень много было пленных. И вот они вначале не знали, что с ними делать. Значит, их очень много. Часть их убивали, как военно-пленных. Как гражданских лиц, не знали, что с ними делать. Потом решили все-таки, чтобы была какая-то польза, и решили их продавать на рынках работорговли. Одним из крупных таких рынков был Багдад. Второй рынок был в Крыму, город Кафа. Первые кипчаки, которые попали в Индию, они в основном попали как рабы, которые их продали на рынке Багдада. Мохаммад Гори, который родился из... Кутубаддин Айбек, основатель делийского султаната, был тюрком. Он не был рабом, а пришел в Индию как завоеватель, свергнув с престола династию Гуридов. А вот среди его подданных было очень много пленных кипчаков. В том числе и Ильтутмыш, которому будет суждено взойти на престол после Айбека. В Индии вы можете увидеть целый район, построенный кипчаками. На его территории вы можете увидеть уцелевшие части дворцов, мечети и, конечно, мавзолеев правящих династий. Субтитры создавал DimaTorzok Если Дели – сердце Индии, то сердце Дели – Кутубминар. Главная достопримечательность города – первый мусульманский в Индии и самый высокий в мире минорет из кирпича. Высотой 72,5 метра Кутубминар стал свидетелем расцвета и упадка очень многих империй. Его архитектура и узоры совершенно не сопоставимы с исламом, а это значит, башня возводилась из камней разрушенных буддийских храмов. Кутубадин Айбек строил его как свидетельство торжества ислама, но не закончил, умер, упав с лошади. Его место на троне занял Арамшах. Правлением Арамшаха, который был приемным сыном Айбека, была недовольна знать. Она предложила занять трон Ильтутмышу. Тот согласился и пошел по ходам на Дели, разбил оборону, взял в плен Арамшаха и вступил на престол. С этого момента начинается эпоха расцвета дилийского султаната. Дилийский тюркский султанат – это была из немногих стран мира, империя, которая сумела остановить монгольских завоевателей. Ну, Чингисхана, его первых наследников. В мире таких стран были, но их было немного. И вот садилийский тюркский султанат, еще египетский тюркский султанат мамлюков, где правили в Индии гулямы. А гулямы – это то же самое, что и мамлюки. Это воины-рабы, которых покупали на рынках работорговли, но потом они от рабства к вершинам власти в этих великих империях. И возглавляя дилийский тюркский султанат, вот эти выходцы из степей Центральной Азии, они сумели создать такую мощь, боевую машину, и хотя они в индийском обществе к ним относились неоднозначно, как к завоевателям и так далее, но тем не менее, видя страхи, что происходит в результате ужаса монгольского нашествия, потому что много беженцев из мусульманских стран бежало в Индию, и там люди меча, люди пера, как говорится, ученые и так далее. Индийское общество с этим смирилось, оно поняло, что это как бы наименьший из зол, потому что они понимали, что только вот эти тюркская прослойка, гулямы, выходцы из золы, могут создать ту боевую силу, которую можно создать монгольский взыватель. И они не ошиблись в этом, поскольку примерно целый век значит, вот они делись с тюрком из знатого рода, но в результате монгольского набега на родное поселение еще ребенком был пленен и продан в рабство. Его купил Кутубадзин Айбек, которому он впоследствии был весьма предан и полезен. Более того, став доверенным лицом правителя и прославленным воином, он женился на дочери султана, матери будущей правительницы, Разии султан. Угроза нашествий монгольских завоевателей длительное время была над Индией и сплачивала мусульманскую знать вокруг далийского трона. В этот период знать состояло главным образом из кипчаков, сплотившихся в сильную организацию, называемую по числу ее основателей – 40. Ислам суннитского направления стал государственной религией. Субтитры создавал DimaTorzok Ильтутмыш стоял у власти далийского султаната 25 лет. Он увеличил владение и завоевал славу справедливого и смелого, мудрого правителя. Он покровительствовал людям искусство и лично выслушивал подданных, требующих справедливости. Эту свою великолепную сыпальницу Ильтутмыш начал строить сразу после вхождения на престол. Сегодня это исторический памятник и культурное наследие Индии. Он сильно поддерживал людей, которые пришли из Дечи Кипчака, выдвигал на высокие посты. Он им доверял, и последствия оказалось, что большинство эмиров были выходцами из Дечи Кипчака. Он был, во-первых, очень справедливый. Даже говорят, что перед его дворцом они установили две скульптурных произведения львов. Им на шею повесили колокола. И каждый имел право свою жалобу положить в этот мешочек. И, не дай бог, если отвечающий за эти жалобы администрация, если они оперативно не решали эти проблемы, он их наказывал. Авторитет Ильтутмыша был непререкаем. Он сделал очень много для государства в плане развития медицины, торговли, искусства. Он построил множество уникальных культурных объектов. Кроме того, Ильтутмыш был известен своей удивительной справедливостью. Он всегда выступал на стороне правды. В годы его правления в стране был такой обычай. Человек, отчаявшийся добиться справедливости, одевал на себя красную одежду и приходил ко дворцу правителя. Или выходил на дорогу, когда тот проезжал по городу. Если правитель видел такого человека, то он лично выслушивал его и помогал разрешить проблему. В те же годы в Индии была уничтожена коррупция, развивалась благотворительность. Кстати, именно Ильтутмыш открыл в Индии первый монетный двор. Народ очень любил этого правителя и очень любил его дочь Разию, потому что видел, что она характером вся в отца. Разия Султан Любимая дочь Султана Ильтутмыша. Во-первых, потому что в ней текла кровь дедушки Кутупаддина Айбека. Во-вторых, потому что она была необычным ребенком. С малых лет удивляла всех вокруг и отца в первую очередь. Была сообразительной, умной и бойкой девочкой. С удовольствием осваивала грамоту и воинское дело, в то время как ее братья, сыновья Ильтутмыша, все время проводили в праздности и забавах. Дошло до того, что именно ее, а не мальчиков, Султан брал с собой на охоту. Она была рядом, когда он занимался государственными делами, внимательно и жадно впитывая все знания, которыми делился с ней Султан. Когда Разия повзрослеет, он станет в свое отсутствие оставлять ее своей наместницей в Дели. Этот факт говорит о безоговорочном доверии и признании самых лучших качеств юной Султанши. От природы Разия была наделена мужским умом, удивительной логикой, способностью мыслить стратегически. Но главное, она обладала чутким и отзывчивым сердцем. Благодаря этим достоинствам Разия предстояло стать настоящим феноменом патриархального мусульманского мира, когда во главе целого государства станет не мужчина, а женщина. Конечно, даже в современном мире для патриархальных мусульманских стран женщина у власти – немыслимое явление. Представьте себе, какой резонанс ее коронация вызвала в древнем дылийском султанате, где женщина в принципе не имела никаких прав. Это буквально перевернуло весь султанат, и очень многие представители знати никак не желали мириться с тем, что будет править женщина. Всегда правили мужчины, причем самые сильные из мужчин. Но такой была воля Ильтутмыша. Он видел, что у Разии есть то, чего нет у других. К тому же выбор Ильтутмыша был продиктован его тюркским менталитетом, ведь в великой степи женщина никогда не была бесправной. На родине Ильтутмыша женщина могла сказать свое слово, а если надо – и повести за собой воинов, как царица Тамирис. Эта женщина – правительница на мусульманском троне в эпоху средневековья, что, в общем-то, уже сам этот факт, он по себе неординарен. Сами понимаете, среди мужчин очень конкуренция сильная, тем более в странах ислама, а Индия тогда, в общем-то, хотя сейчас мы знаем, что это как бы страна индуистская, но тем не менее, известно, что начиная с X века и вплоть до прихода англичан в XIX веке, которые завывали Индии и превратили в свою колонию, правили Индии мусульманские правители. Ну, как правило, иностранцы, которые со временем воспринимали индийскую культуру. Вот, очень большое влияние, вы знаете, в Индии даже приобрел один из языков мусульманского мира – это персидский язык или, как мы знаем, фарси. Вот, тысячу лет, около тысячи лет он фактически был как бы государственным языком Индии, ну, до XIX века, ну, чуть меньше, если взять с эпохи Газневидов. Хотя династии правили мусульманские были тюркского происхождения, как правило, выходцы из Центральной Азии. Год 1236. Султан Ильтутмыш на смертном адре. В походе он получил травму и так и не смог до конца оправиться. Правитель был слаб телом, чувствовал, что конец близок, поэтому решил до того, как отправиться в мир иной, определить дальнейшую судьбу страны и назначить преемника. Впервые в истории патриархального ислама наследование государства было передано нетрадиционным способом – не от отца к сыну, а от отца к дочери. Да, обойдя своим вниманием притязания сыновей от разных жен на престол, Ильтутмыш остановил свой выбор на Разие. И именно ей завещал власть, считая единственно достойной. Объявив свою волю, султан Ильтутмыш умер. Трон. Разие султан пришлось заплатить за него очень высокую цену. Несмотря на то, что отец официально назначил дочь престола наследницей, индийская власть была не согласна с тем, чтобы страной правила женщина. Пусть даже самая мудрая и талантливая. Против султанши был учинен заговор, в результате которого на трон взошел сын Ильтутмыша от наложницы Шах Турхан Фирус. По сути, за Рукнудина правила его мать Турхан Хатун. Именно она стояла за этим заговором. Турхан Хатун прекрасно видела и знала, что ее сын Фирус не отличается волевыми лидерскими качествами. Ему не хотелось заниматься государственными делами, он любил праздную жизнь и развлечения. А это означало, что если он зайдет на трон, то вся власть будет сосредоточена в ее руках. Турхан Хатун нельзя было отказать в уме и хитрости. Она знала, каким образом можно влиять на Амиров, чтобы перетянуть их на свою сторону. Постепенно число ее сторонников увеличивалось. Она, конечно, хотела выдвинуть своего сына, доказывала, распространяла всякие там слухи. Ну, и в конце концов, значит, в какой-то степени она убедила этих емиров, и они поддержали. И его сына Фируша, принц, он становится султаном. Ну, это было недолго, это всего было полгода. Ну, народ же видит, какой он султан. Ну, особо, видимо, не отличался он ни храбростью, ни мужеством, ни организованностью, ни характером, ни справедливостью, ни демократичностью. Ну, и в конце концов, значит, многие от него стали отказываться и начали переходить на сторону России. Мать султана Шахтурхан начала репрессивную кампанию против оставшихся детей Ильтутмыша. Она планировала уничтожить всех, кто мог в будущем представлять угрозу для правления ее сына. Смерть грозила Иразия Султан. На ее жизнь было совершено несколько покушений. Единственной надеждой и опорой Иразии были верные люди и, конечно же, народ. Представьте себе эту площадь до отказа, наполненную жителями города во время пятничного намаза. Иразию, вышедшую к ним, обратившуюся к ним за поддержкой, напомнившей о воле отца и призвавшей не допустить кровавой тирании в отношении наследников престола. Она вышла к людям в красной одежде. Так, как вы помните, во времена правления ее отца одевались те, кто требовал справедливости. Она рассказала о жестокостях творимых Турхан-Хатун, об убийствах юных принцев и напомнила о воле своего отца Ильтутмыша, который завещал ей трон перед смертью. И народ услышал Разию. Оправление Рукнадзина закончилось, продлившись всего шесть месяцев и двадцать восемь дней. Он был свергнут с престола за свое безразличие к государственным делам, за чрезмерную любовь к вину и танцовщицам. Причем поплатился султан не только троном, но и жизнью. Вместе с матерью четвертый делийский султан был брошен в тюрьму, а затем казнен. Народ принял свою любимицу с распростертыми объятиями, чего не скажешь об эмирах. Они один за другим поднимали восстание по всей стране. Более того, наместники вместе с визерем покойного Рукнадзина осадили Дели. Их войска были куда многочисленнее верной армии Разии. Но искусная в дипломатии царица сумела уговорить двоих главнокомандующих из четырех перейти на ее сторону, тем самым создав численное преимущество и разбив врагов. По примеру отца, Разия щедро наградила своих сторонников почетными должностями. Покой в султанате был восстановлен, и Разия вернулась к обычным государственным делам. Разия султан Разия султан по сей день остается одной из самых почитаемых правительниц в Индии. Она продолжила политику отца, которой были довольны большинство фонданных. Развивала науку искусства, поддерживала торговлю и ремесленников. И, кстати, была единственной из правителей своего времени, кто лично возглавлял войска в бою. У Разии было очень много достоинств, отличные лидерские качества, знания по управлению государством. Она сама старалась вникать во все дела – военные и финансовые. А самое главное – она самостоятельно назначала людей на ключевые государственные посты. И это очень не нравилось правящей верхушке. Также период правления Ильтутмыша и Разии отличался тем, что они не принижали представителей других народов. Да, они поддерживали кипчаков, чтили свой язык и традиции, но позволяли сохранять свою культуру и другим национальностям, чего не скажешь об их предшественниках. Например, Кутубуддин Айбек разрушал индусские храмы, а Ильтутмыш с Разией этого никогда не делали. Отец Разии Ильтутмыш в целях экономии государственной казны упразднил золотые монеты, введя в оборот серебряные и назвав их, как бы вы думали, тенье. Да, это еще раз подтверждает его кипчакское происхождение. Возглавив страну, Разия приказала отчеканить монеты, на которых красовалась надпись «Опора женщин, владычица эпохи, султан Разия, дочь Шамсуддина Ильтутмыша». А ее полное имя теперь звучало так. Джалаладзин, Разия Султан, Бинт Ильтутмыш. На устах моих сладкоголосый соловей. Другие же поэты, как вороны, кричат. О, сердце ты мое, скорее тоску развей, тогда, когда любимые сердца давно молчат. Престол султанши превращу в небесный свод. Крылами разгоню назойливых ямух. За мной пойдет всегда моей страны народ. Со мной надежда и любовь. Со мною дух. У нее было способности как поэтессы. Она в свободное время сочиняла стихи. И ее произведение выходило под псевдонимом «Ширин Дихлави» или «Ширин Гури». Они были на персидском языке написаны. Есть переводы на русский язык. Но, к сожалению, перевода на казахском не кажется и нету. Конечно, было бы хорошо, если бы нашим ученым, писателям, поэтам заняться, может быть, в какой-то степени ее творчеством. Она писала на фарси. Ну, потому что, хотя господство тюркской династии, тюркский язык использовался в основном в войсках. Ну, то, что основой составляло. А государственное, в общем, делопроизводство, вся система, культура, она была на фарси. Очень большое влияние обращалось, в общем, даже на внешность правителя, тем более правительницей. Если у них был какой-то изъян, допустим, допустим, это считалось отметиной дьяволом, допустим, понимая, в чем дело. Поэтому очень важно, что когда человек был красивый. Вот она была тоже красивая. Вот это все источники подтверждают. Тем более человек был образованный. Она же была и поэтом еще. Есть, созревательный диван ее стихов. Там «Ширин Дихлави», у нее есть даже «Шимир Гури». Ее такие псевдонимы. Розия получила власть, как и ее отец, не в самые легкие времена. Делийская знать продолжала плести против нее заговоры и собирать критически настроенную армию. Что же не устраивало визирий и эмиров? Конечно, они не принимали султана женщину. Их раздражало мужское платье, которое она носила, и ведение дел из дивана, а не из гарема. И то, что Розия Султан сама принимала важнейшие государственные решения. Сановные мужи надеялись, что Розия будет лишь играть роль марионетки, следовать их советам. Но не такова была Розия Султан. Она сама правила и в государственных делах последнее слово оставляла за собой. Ловко обводила вокруг пальцы стремящихся к власти аристократов. На одних влияло даром убеждения, на других – силой страха и звона монет. В мужском платье она стала появляться не только на поле боя. Она выходила в таком виде к народу. И недовольные считали, что таким образом она наносит вред традициям ислама, а развращает людей. А это и миры, которые уже привыкли быть вольними, свободными, которые управляли своей провинцией, городами, крепостью. Они привыкли, что Султан к ним прислушивался. А она в какой-то степени была властней. Слишком, возможно. Это была одна из ее, видимо, ошибок. Что она никому не хотела уступать власти. Она такую установила власть у себя. Потом, ну, она тоже была, как отец, очень справедливая, умная, образованная. Все это признавали. Она себе считала, что она защитница женщин. Ну, демократии. И потом она вела себя, как мужчина. Одевалась, как мужскую одежду, ездила, значит, подстригла волосы коротко, как мужчина. И это в какой-то степени тоже людям не нравилось. Все-таки они хотели видеть в ней женщину. Она вот везде, значит, и в походах, и на работе, и везде она как мужчина вела себя. Она то на слонах, то на лошадях, то она стреляет. Она сама возглавляла вот эти вот все походы, как главнокомандующие. Дело в том, что тюрки тоже не были едины. Они составляли вверху, значит, такую правящую элиту, которая называлась Чихильгани по-индийски. Это значит 40 избранных. Это было 40 избранных тюркских фамилий, выходцев из Гулямов, воинов-рабов. Причем там четко соблюдался принцип. То есть султанам могли быть только выходцы из рабов. Они уже, конечно, положение уже не были рабами. Рабами, скорее, образно говоря, были широкие слои индийского общества, тем более не мусульманского, которые были. Но все равно султаны могли только из их среды назначаться. Между ними тоже не было единства, потому что, значит, ну шла борьба за трон. Как вы знаете, есть такая арабская пословица. Это, значит, цари не знают родства. Но это в полной мере приведено к дилийскому, в общем-то, султанату. Поскольку путь Разия-Хатун, хотя она, в общем-то, имела закон и право на трон, поскольку ее отец в нарушении, казалось бы, в общем-то, традиционных мусульманских законов. Но дело в том, что он сам был все-таки, вот эта традиция, которую они принесли из степи во многом, где роль женщины могла быть значительной, в общем-то, они, в принципе, еще и придерживались какое-то, в общем-то, время. Но последней каплей стало решение Разии-Султан назначить эмиром-беком своего верного сторонника, Джамаладзина Якута, по национальности Эфиопа. Многие были уверены, что Разию и чернокожего мужчину связывали более близкие отношения. Именно поэтому она вознесла его с уровня раба до уровня господина. Разии нужны были верные люди, а Джамаладзин Якут был предан ей безгранично. Она доверяла ему, как самой себе, ведь они знали друг друга с детства. Было много ситуаций, когда он был готов пожертвовать собой ради Разии, и она это ценила, советовала с ним по всем вопросам, проводила в его обществе много времени. Были ли там близкие отношения или нет, неизвестно. Возможно, это были лишь сплетни, распускаемые придворными эмирами специально, чтобы скомпрометировать Разию. В Индии было снято много фильмов о Разии-Султан. И в них основной упор делается как раз на взаимоотношения с Джамал Якутом. Хотя на самом деле стоило показать и осветить ее политическую деятельность, ее заслуги как правительницы. Их ведь было немало. Тюркские эмиры восприняли возвышение Эфиопа как плевок в лицо. Объединившись, они подготовили заговор, устроили восстание, которое Разия-Султан пыталась подавить с помощью своей армии. К сожалению, перевес сил был на стороне противников. Разия-Султан была повержена и заточена в крепость. Джамал Аддин Якут схвачен и казнен. Но даже находясь в заключении, Разия не сдавалась. Невозможно было сломить дух этой величественной копчакской девушки. Властитель крепости по имени Алтуния настолько был поражен и восхищен стойкостью и мужеством царственной пленницы, что влюбился и перешел на ее сторону. Они вместе ринулись в бой, собравшись с последними силами, отражали атаку за атакой. Но, к сожалению, переломить ход событий было уже невозможно. Вся армия сосредоточилась в руках эмиров-бунтовщиков. Они дали последний бой и разгромили войска Разии и Алтуни. Ходит много легенд о том, как погибла Разия-Султан. Ее смерть овеяна тайнами и слухами. Официальная версия состоит в том, что Разия вместе с Алтунией была убита в том самом решающем сражении. Либо они погибли в бою, либо их казнили. Но среди простого народа все равно поговаривали, что Разия осталась жива, что ей удалось тогда сбежать и спастись. Но ей встретились на пути разбойники, и, не признав беглянке Султаншу, позарившись на одежду и украшения, убили ее. В любом случае, никто никогда уже не сможет пролить свет на смерть этой удивительной женщины. В том, что она была удивительной, очень любимой народом, нет никаких сомнений. Ведь вокруг места ее захоронения вырос целый район. Старый мусульманский квартал. А край Надели, узкие улочки, нищета. По сути, весь этот квартал возник вокруг захоронения Разии Султан. То есть раньше не было вообще ничего, но постепенно появлялись дома, и вот в итоге возник целый район. А место захоронения, могила Разии Султан, куда мы сейчас направляемся, стало пультовым местом, где ежедневно пять раз в день совершается намаз. Ну вот мы на месте, как раз таки плита, на которой написано, что Разия Султан ушла из жизни 14 октября 1240 года. То же самое, только на Хинди. Пойдемте. Сегодня здесь практически никого нет, и мы специально выбрали день более-менее спокойный, потому что по пятницам здесь просто очень много народу. Разия Султан Разия Султан Вот здесь похоронена Разия Султан. Выдающаяся женщина-кипчачка, ставшая у руля целого государства и возглавившая один из самых многочисленных народов в истории человечества. Здесь нет памятника или монументального мавзолея, скромная гробница, казалось бы, недостойная такой уникальной личности, такой султанши. Но на самом деле это не говорит ни о чем, потому что след, который оставила Разия Султан, он огромен. В Индии о ней сняты фильмы, сериалы, написаны книги. Ее история передается из уст в уста, чего не скажешь об исторической иронии. В Казахстане о ней не знают вообще ничего, и этот фильм – первая попытка рассказать о Разия Султан, популяризировать ее образ. Очень надеемся, что не последняя попытка, потому что Разия Султан вполне может стать в один ряд с легендарной Тамирис. Разия Султан 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 Субтитры создавал DimaTorzok